Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Выделенные полосы и запрет на парковку в Барнауле начали устанавливать дорожные знаки у моста на новом рынке. Всего указатели в центре города поставят больше 200. Приезжать быстро, помощь оказывать мгновенно. В День работников скорой медицинской помощи о том, как оставаться преданным одной из самых стрессовых профессий. Облагородить захоронение и посадить сад памяти в преддверии Дня Победы на Алтае проводят патриотические акции. Дорожные знаки сегодня начали устанавливать в центре Барнаула на месте, где скоро начнется масштабный ремонт путепровода. Специальные указатели для выделенных полос и запрета парковки должны помочь автомобилистам ориентироваться в движении во время строительства моста на новом рынке. С сегодняшнего дня будут устанавливаться соответствующие дорожные знаки, обозначающие движение по выделенной полосе. Это знаки 5.14.1. И установка будет знаков, ограничивающих парковку, стоянку на участках, где автомобили уже будут мешать движению маршрутных транспортных средств. Так, на проспекте Ленина появится 94 знака, на Калинина 77, на Аносова 34. А вот часть уже существующих демонтируют. Это по большей части коснется знаков парковки. Действовать новые знаки начнут с 10 мая. Именно с этой даты закроют движение по путепроводу по четной стороне, по направлению к проспекту космонавтов. Вместе с тем появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Речь идет об участках по четной стороне проспекта Ленина от улицы Партизанской до площади Октября и по четной проспекту Калинина от проспекта Ленина и до улицы Цеховой. Парковаться там будет запрещено. В помощь водителям в первое время будут дежурить экипажи ДПС. Позже установят комплексы фото-видео фиксации нарушений ПДД. 25 тысяч жителей Алтайского края уже проголосовали за общественные территории, которые планируют благоустроить в следующем 2023 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Голосование проходит в шестой раз. На благоустройство 55 территорий в городах и районах края выделят порядка 700 миллионов рублей. Большая часть средства федерального бюджета сообщил сегодня в рамках пресс-конференции министр строительства края Иван Гелев. Голосовать можно на двух площадках. Для жителей городов предусмотрена федеральная. Сейчас вы видите ее на экране. Живущие в районах могут оставить свой голос на сайтах администрации муниципалитетов. Иван Гелев посоветовал горожанам голосовать до 12 дня. Позже, когда просыпаются жители центра России, сделать это на федеральной платформе проблематично. Кстати, на голосование выставлены и территории, которые уже благоустраивают. Вторым этапом населению предлагают выбрать дизайн-проект благоустройства. Всего таких территорий в крае 11. К примеру, в Барнауле это парк «Юбилейный». Министр считает, что работы по благоустройству территорий от введения санкций серьезно не пострадают. Если уж действительно какой-то там светильник европейского производства, то сегодня уже все созданы и законные, и подзаконно нормативные акты приняты, позволяющие оперативно менять одни материалы на другие, даже не обязательно на отечественные. То есть это можно сделать все достаточно быстро. К слову, в этом году благодаря прошлогоднему голосованию предстоит благоустроить 180 объектов, в том числе 55 общественных территорий в городах и районах края. К другим темам. Больше 10 миллионов рублей получил Алтайский край от Федерации на укрепление межнациональных связей. Субсидию выделили за победу в межрегиональном конкурсе. О том, как распорядятся деньгами, а также современные проблемы нацполитики обсудили участники первого регионального форума «Гражданское единство и этнокультурное развитие». Как наладить и укрепить межнациональные связи? Этот вопрос волнует сегодня ученых всей Сибири. На форум приехали эксперты в области общественных отношений из Новосибирска, Республики Алтай и даже Москвы. Последние, кстати, высоко оценивают уровень работы в нашем регионе по части нацполитики. Это и стало поводом для вливания в наш субъект федеральных средств. Когда заявляемся на конкурс, мы рассказываем о тех эффектах, результатах, которые были в предыдущие годы достигнуты. И если федеральный центр, то есть это не органы власти, это прежде всего эксперты в области межнациональных отношений. Если эксперты видят, что эти мероприятия значимы, работают, востребованы прежде всего населением, то регион получает субсидию. Особое внимание эксперты уделили роли языка. Поскольку национальная политика и ее тренды, болевые точки во многом зависят от чиновников, отдельно говорили о культуре речи и этике госслужащего. Если это устная коммуникация и к нему приходит человек на прием, то прежде чем использовать вот эти все элементы официально-делового стиля, чиновник просто должен обеспечить вот эту коммуникацию, общение с человеком, то есть соблюсти в первую очередь требования этичности речи, показать, что он заинтересован в решении проблемы. И самое главное, что у него есть возможность решить проблему. Как показывает практика, далеко не все чиновники красноречивы и морально устойчивы. А между тем именно от властимущих зависит, будет ли диалог в обществе конструктивным, а национальная политика грамотной. Анна Рашигирова, Вадим Быстревский. День с толком. Новые курорты с упором на оздоровление на 2000 мест появятся в ближайшие годы в Белокурихе и Белокурихе-Горной. Власти Край совместно с Минструем России и корпорацией Туризм РФ обещали помочь инвесторам со строительством. Как будет идти реализация проектов, обсудили на встрече в правительстве региона. На днях эксперты из Москвы посмотрели новый курорт Белокуриха-Горная, отметив, что там уже проделана огромная работа по созданию инженерной инфраструктуры и пора приступать к мастер-планированию территории, где особое внимание отведено созданию единого облика пространства. Создать новый современный бальнеологический курорт и общее количество номерного фонда в перспективе может достигнуть до 2000 номеров. Мы, конечно же, очень хотим быстро действовать, чтобы уже в 2025-2026 году первые туристы приехали в новый замечательный курорт Белокуриха-Горная. Такая активность связана с высокой загруженностью санатория в Белокурихе. Все зоны заполнены почти всегда на 100%. В связи с этим и в самой Белокурихе планируют строить новый комплекс «Алтай-Вест». Туда собираются инвестировать 8 миллиардов рублей. Санаторий на 440 номеров будет соответствовать стандарту 4 звезды. Правда, чтобы решить масштабные задачи, придется поработать, отметил в рамках встречи губернатор. Использовать планирует потенциал нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Мы за эти возможности как можем ухватываемся. Поэтому спасибо большое, что такое внимание и такой конструктивный настрой, готовность вместе работать и помогать. Я думаю, мы вместе результаты хорошие покажем. Напомню, соглашение о сотрудничестве между правительством края и корпорацией «Туризм и РФ» подписано в конце прошлого года. Определены перспективные направления для развития туризма в Белокурихе. Татьяна Голубева, Денин Столком. Сегодня профессиональный праздник у работников скорой медицинской помощи. В этой службе трудятся несколько тысяч земляков. В честь них сегодня прошло торжественное мероприятие. Сотни лучших работников вручили почетные награды. В крае действуют три самостоятельные станции и 54 отделения скорой помощи. На базе них созданы 243 выездные бригады, врачебные и фельдшерские. Всем работникам службы власти выразили благодарность за труд и вручили почетные награды. Вместе с тем вы справились, вы выдержали. Низкий поклон вам за это, коллеги. Оставайтесь верными своей профессии, любите ее, любите друг друга. А мы будем со своей стороны помогать вам тем, чем можем. Здоровья вам, уверенности в завтрашнем дне. Будьте счастливы. Желаю коллегам крепкой здоровья, счастья, терпения, благополучия. Поменьше вызвало, не так, как в 20-е и 21-е годы, которые работали очень сложно, без перелива на обед, на ужин. Отметим, в пандемию нагрузка на службу скорой помощи возросла в несколько раз. Так, за это время медики службы выполнили более 800 тысяч вызовов. С одним из работников скорой помощи прямо во время дежурства пообщалась наша съемочная группа. О том, каково это, быть преданным одной из самых стрессовых профессий, наш следующий сюжет. Люди приходили работать в своей старой одежде, в какой-то домашней, были железные, неудобные чемоданы. Это сейчас у Андрея в руках планшет, а машина скорой помощи оборудована всем необходимым. За 24 года профессионального пути пришлось поработать в разных должностях и порой в самых тяжелых условиях. Однако задача врача, несмотря ни на что, остается прежней – спасать людей. К слову, историй со счастливым концом у медика много. Рано утром мы увозили с тяжелым инфарктом миокарда, с кардиогенным шоком. Это был испуганный человек, бледный, серый, с потливостью. Он стоял на пороге смерти, действительно был испуган. А потом, смотрю, где-то через месяц, через два, у нас на постанции появился бодрый такой мужчина с двумя арбузами. Он сказал, вот вы помните, вы меня спасли, и вы меня настолько понравились своей уверенностью, четким действием бригады. И вот я вам в подарок принес два арбуза. Часто оказывать помощь пациенту приходится прямо на улице. Этой девушке стало плохо на остановке. Сейчас вас что беспокоит? Да, утяжение, точно так. Ага. Сколько времени себя считаете больной? Час, полтора. Решение нужно принимать быстро, чтобы не допустить плачевных последствий. У Владимира общий стаж 20 лет. Восемь из них работает фельдшером скорой в Барнауле. Не скрывает, работа тяжелая, как физически, так и психологически. Такую нагрузку выдерживает далеко не каждый. Когда тяжелые пациенты, приходится делать реанимационные мероприятия. Когда нести тяжелых пациентов, когда вес у него большой составляет с пятого этажа. Психически, когда люди бывают неадекватные, реагируют на то, что ты приезжаешь, либо ты где-то задержался, что в пробке, что ты там не за 5 минут доехал до них, а 15 минут ехал. Что они не учитывают, что мы не возле их дома стоим, а едем. И если задача медиков – быстро поставить пациента на ноги, то ответственность за скорость прибытия на вызов лежит на плечах водителей. Андрей работает в кардиологической бригаде. Говорит, главное в его работе – не опоздать. Когда довозишь живого, в основном живой, то есть медики, работают у себя там в салоне, я работаю здесь. Наша задача – довезти человека живого до больницы. В разгар пандемии только у одной бригады за сутки было порядка 30 вызовов. Дежурили круглосуточно с двумя перерывами по 20 минут на обед и ужин. Но какой бы тяжелой ни была работа, врачи остаются верны своей профессии. Если они выбирают эту работу, то они остаются тут на многие годы. Те, кто понимает, что ошибся, но он через какое-то короткое время уходит, он исчезает. Он либо себя находит в другой сфере медицины, либо вообще уходит из медицины. Скорая помощь – это суровая, тяжелая романтика. София Иценко, Дмитрий Денисов, День с толком. Противотанковые мины переносят на скорость курсанты военно-учебного центра технического вуза. А еще они соревнуются в меткости и умении надевать противогаз. Все это в ходе спартакиады, у которой двойной повод, 80-летие политеха и предстоящий день победы. Подробнее далее. Этим парнем кажутся любые тяжести по плечу. И все-таки определить нужно самого сильного и спортивного из шести взводов военно-учебного центра. Шикарно. Такой заряд адреналина. Редко когда получаешь, особенно на военке. А следом подтягивания на перекладине и эстафета с противотанковыми минами. Часть нормативов курсанты выполнили на прошлой неделе. На скорость собирали-разбирали автомат Калашникова, соревновались в стрельбе и надевании защитного костюма. Взвод победитель получает кубок и, конечно же, признание педагогов-полковников. Такие мероприятия, когда в виде соревнований проводятся, ну, конечно, это стимулирует студентов. Они стараются быть лучшими, завоевать призовые места. Поэтому в армии, как говорят, если отдых, то активность, если праздник, то спортивность. Для них это праздник. В военно-учебный центр при ЛГТУ сегодня это около 700 курсантов. К слову, вуз в этом плане уникален. Вместе с основной технической специальностью студенты могут получить и военную. Из стен вуза они выходят уже офицерами и зачисляются в запас. Анна Рашагирова, Алексей Фризин. День с толком. Более 200 захоронений на одном кладбище. Именно столько могил барнаульские студенты приводят в порядок ко Дню Победы. Как еще в Барнауле готовятся к 9 мая, смотрите в сюжете Ирины Корчагиной. Студенты Алтайского госуниверситета уже неделю ходят по кладбищам. Убрать сухую траву, мусор и все это на могилах неизвестных им людей. Здесь захоронены участники Великой Отечественной войны. В среднем студенты на каждом кладбище приводят в порядок 200 могил. Сегодня задача облагородить 70 захоронений. Волонтеры наводят порядок на могилах, на которых можно увидеть красные звезды, говорящие о том, что здесь был похоронен участник Великой Отечественной войны. Активисты говорят, что, к сожалению, большинство таких могил сегодня находятся в заброшенном состоянии. Мы их не оповещаем, мы просто приходим на кладбище, ищем, непосредственно так цены направлены на людей, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Думаю, есть какие-то случаи, но не исключительно, когда есть обратная связь, но в большинстве своем это не происходит. И самое главное, студенты делают все это абсолютно бесплатно. Ветераны тоже воевали за нас, за мир, и получают за это деньги. Каким можно быть человеком, чтобы за такую работу взять деньги? Мы как бы поддерживаем память о людях, которые нас защищали, которые воевали. Поэтому, ну, как вам сказать, сохраняем о них память. А это уже другая экологическая и патриотическая акция одновременно. Сегодня под такие зажигательные мелодии в окрестностях села Черницкое высадят почти 400 деревьев. Возвести сад памяти. Сегодня ради этого собралось порядка 50 человек. Общественники, школьники. Мне просто стало это интересно, и я решил поехать. Гордость, что это в честь памяти воинам, которые пали на войне. А сколько деревьев ты уже сегодня посадил? Наверное, штук 30 посадил. Людей много. Подрудиться вот можно. А по биологии хоть оценки поставят хорошие? Думаю, да, пятерку обещали. Это сосна, сосна овенная, пинус, сильвестерс. Вот это то дерево, которое у нас растет в сосновом ленточном бару. Через лет 10 под них можно уже будет в тени прятаться, скажем так. А через 80-100 лет это будут полноценные взрослые деревья. А значит, зеленые памятники будут еще долгие годы хранить память обо всех, кто погиб в Великой Отечественной войне. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Благотворительный патриотический концерт прошел с полным аншлагом в музыкальном театре. Вырученные с мероприятия средства пойдут на помощь пострадавшим в Донбассе. Я краснею, я бледнею, захотелось ей сказать. Снова туда, где море огней, снова туда соскую свою. Я исполняю ее на своих гулянках. Мероприятие еще не началось, а в хоре уже звучат песни. Барнаульцы в преддверии Дня Победы пришли на патриотический концерт солистки музыкального театра Юлии Башкатовой. Какие чувства вызывают такие песни? Я сама пою в хоре, вот здесь девочки у нас, мы все в хоре поем, тоже патриотические песни поем. Вчера у нас был концерт в этом ДК. Так что мы воспринимаем это очень хорошо все. Все зрители концерта поддержали морально и финансово пострадавших от военных действий в Донецке и Луганске. Собранные от продажи билетов средства направят нуждающимся. Люди там пострадавшие находятся, им же никто не поможет. Бросили их на производство судьбы, но только такими способами помочь им. Еды, одежды, воды, воды, лекарств. Концертами, этими песнями, которые пропитаны вот этой вот всей тематикой военной. У нас же еще задействован экран в концерте, а в экране Вера Анатольевна Уразова очень все грамотно показывает и хронику военных событий. И подрастающие поколения и зрители, они могут увидеть все происходящее и сопоставить это в единой композиции концерта. Каждая песня, каждая строчка – наша история, которую мы должны помнить, оберегать и передавать из поколения в поколение, считает солистка музыкального театра. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok